Всем привет! Я сегодня записываю наконец-то видео про свои блокноты, которые я делала в начале мая. Ну не только делала, а скажем, доделывала. И давайте мы сейчас их посмотрим подробненько каждый. Итак, первый блокнот классический, обычный, составная обложка. Здесь кожзам на тканевой основе, здесь ткань, собственно говоря. По-моему, эта ткань у меня кончилась. Такое ощущение, что я последние кусочки использовала. Очень она мне нравилась, но я решила как бы уже ее использовать и все. Вот, тут я такого котика посадила на подвесочку. Братцы это из коллекции ММЕ, очень классно они подошли сюда по цвету. Вся фурнитура серебряная, кольцевой механизм. Здесь тоже братцы и сзади тоже братцы для пущего укрепления хлястика. Хлястик полностью тканевый, потому что мне показалось, что кожзам я хотела как-то не подчеркнуть, скажем, поддержать нижнюю часть, да, и хлястиком из ткани, а не из такого кожзама. Поэтому так она выглядит, как выглядит. И внутри у меня странички, которые мне печатала Саша еще в прошлом году. Это было очень давно. И я много раз, по-моему, показывала их, как минимум два раза я показывала. Уже нарезаны и разделители тоже эти показывала во влогах, что они у меня лежат и ждут как бы своего череда, когда я сделала наконец обложку. И вот наконец обложку я сделала. Тут у меня такая серебристая ткань, которую мне присылала Наталья из Франции. И вот на кармашки пошла эта тканюшечка. И, естественно, я положила наклейки с котиками и не только подарок. Кольцевой механизм кольца 2,5 см. Все отлично работает, открывается, перелистывается. Дырочки рубила также подарком от Натальи, золотым дыроколом. Очень я им довольна. Пользуюсь сейчас только им. И как бы мы счастливы вместе. Вот, так что такой вот классический, в принципе, можно сказать, блокнот. Следующий блокнот тоже классический, тоже с котиком. Куда же без котиков. Вот такие сладкие котики. Очень мне нравится здесь, по цвету подошли классно братцы. Вот эти от Artuzora. Один братцы, он один братца с суккулентом. И по цвету очень классно вписался. Кроме того, он очень подходит к тому, что там внутри. И здесь у меня кожзам. Это кожзам. Все это, этот, по-моему, на флизелиновой основе. Этот на тканевой основе. Такой же, как вот тут бежевый, только розовый. Очень мне нравится, очень мне нравится с ним работать. Он классно ложится и вообще нет никаких проблем в обтяжке. И здесь я решила поставить резинку, чтобы поддержать вот эту вертикальную линию, да, и ее не перерубать хлястиком. Вот, поэтому, в принципе, мне очень нравится. Я вообще люблю резинки, как вы видите дальше. У меня хлястики бывают редко. Там один блокнот из десяти, наверное, с хлястиком, а все остальные у меня с резинкой. Резинок у меня много, они разные. И я люблю их вставлять, как бы, в тему, да. И посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас вот такая красота кошачья. За бантики спасибо Саше. За ткань спасибо Наталье из Германии. По-моему, это она мне эту ткань прислала, если не ошибаюсь. Здесь стандартный кольцевой механизм, два сантиметра кольца. И у нас здесь куча-куча ацетатных разделителей и просто листиков скраб-бумаги в качестве разделителей. И странички вот с такими цветочками. Странички совершенно обычные, просто без ничего, как бы просто с цветочками и клетка, да. Вот, и тут у меня разделители различные. Я, в общем, очень цветочный сделал такой, цветочное наполнение. И, в принципе, мне он очень нравится. Такой вот классический кошачий бук. Так, дальше. Дальше у нас вот такой блокнотик из такого переплетного кожзама. Если честно, я не знаю, как он называется. Он такой, вот видите, да, что он как металлизированный такой интересный. Очень мне нравится. Единственная проблема, на нем очень сразу, сколько раз я повторю слово очень, сразу появляются все царапины малейшие какие-то, да. То есть, вот нужно аккуратненько с ним просто обращаться. Но, естественно, он в процессе носки, где-то, если в сумке носить его, он, конечно, пообтрепится. Но я не думаю, что это будет сильно критично. Тоже на резинке. Это моя первая горизонтальная резинка. Почему горизонтальная? Просто мне так захотелось. Я решила, что я не буду делать никакого украшения на обложку, потому что такой кожзам, он как бы сам по себе очень красивый. И мне хотелось какой-то такой, знаете, строгости. Кроме того, я делала вроде как винтаж, да. А, например, клеить сюда какой-то термотрансфер, например, но это будет уже не совсем винтаж, да, согласитесь. И поэтому решила оставить как есть. И чтобы по центру занять чем-то обложку, я решила резинку сделать горизонтальную. Вот я на нее прикрутила, повесила такую лапку. Ну, фурнитура вся у нас бронзовая, поэтому здесь все очень классно в тему подошло. Вот. И резинка у меня тоже такая хитренькая, она с таким небольшим рисуночком. Вот. И внутри у нас тоже котики. Бантики сделала из того же кожзама. Естественно, у меня не было скрепок бронзового цвета, но были золотые. И, в принципе, золото хорошо сюда подходит. Кроме того, у меня ацетат здесь с золотым фольгированием, да, поэтому я думаю, что все сойдется, в принципе, нормально. Вот. И такие, это ткань с котиками. Я обязательно оставлю ссылочку на эту девочку, которая рисует этих всех котиков и печатает эти ткани. Я прям мечтаю о платье, о штанах, о не знаю, о какой-то другой одежде, да, то есть из этой ткани. Я надеюсь, когда закончится вся эта канитель с вирусом, с карантинами и так далее, и когда все восстановится, я себе обязательно пошью такое платьюшко. Ну, может быть, не из этой ткани конкретно ткани, ну, вот что-то такое. Ее можно попросить сделать светлую, в общем, там и так далее, да. Вот, она выполняет, как бы, пожелания. Ну, не будем об этом, в общем, вот. А в блокноте у меня распечатанные, я сама их сделала, телестранички, наложила такую, как, типа, старинная какая-то такая бумажка, да. Она светлее немножко на телефоне выглядит, чем есть на самом деле. И здесь, как вы видите, есть вот такие леновочка. И мне Саша это дело распечатала. И чтобы я совсем уже состарить, я по краю прошлась дистресс чернилами. И вот у меня прям такие старинные края получились, прям совсем старинные. Вот. Тут у меня конвертики. Один конвертик здесь. И, по-моему, еще где-то был конвертик. Нет? Нет, конвертика больше не было. Там есть, я знаю, что я сделала еще карманы из скраб-бумаги. Это я сейчас покажу. Вот. И этот конвертик у меня закрывается вот такой скрепочкой. Это из коллекции Арт Узора. Какая-то коллекция была. И там были бронзовые скрепки. Я очень рада, что я вообще их отхватила. Они стоили какие-то копейки. Они очень классные. И я их берегу. И вот одну сюда использовала. Она очень классно вписалась здесь по цвету и вообще по атмосфере. Показываю на весу, потому что, если я положу на стол, сами понимаете, он будет маленький. И не увидите вы всей его красоты. Так, что у меня здесь? Здесь у меня еще вставлены листы от Примы, которые подходят по цвету. Девочки тоже мне дарили их. И я вот, чтобы их использовать, я из них сделала вот такие развороты, куда можно и фотографию какую-то вложить, да, и просто что-то заложить. И в качестве как закладки использовать, например, вот так вот, да. Вот. Поэтому мне, в принципе, очень нравится такая идея вот таких страниц. из плотной скраб-бумаги, да, очень классно смотрится. Вот. И здесь у меня еще есть конвертик. Конвертик такой, кармашек, скажем, да, который я... Сейчас я возьму что-нибудь, какую-нибудь карточку. Вот кусочек возьму. Бумажки. Вот. И сюда можно что-то вставить, да, вот, то есть он до конца здесь доходит. Я просто согнула точно так же, как тот разворот, и склеила здесь. И все. И сделала здесь выемочку, чтобы было проще что-то доставать, то, что там будет, да. Вот. Для каких-то мелких, не знаю, билетиков, например, да. Вот. И здесь тоже открывается такое звездное небо. В общем, классно. Мне он нравится. Он хорошо получился. Сзади кармана нет. Спереди два кармана полных, да, на полную. Я еще хотела сказать, что столкнулась я с проблемой, когда прикручивала эти механизмы. Вот в этом и в следующем блокноте. Дело в том, что механизм, болтик механизма получился длиннее, чем толщина самого блокнота. И я не знаю, как я первая такая, да, или других скрабушек тоже с этим сталкивались и как-то решали этот вопрос. Я решила просто. Я внутрь, там, под сам механизм вырезала четенько так кусочек, такую длинненькую полосочку картона, да, и вложила, и прикрутила уже на этот картон. То есть его не видно. Механизм сам прилегает плотно, так как там есть выемка, да, то есть вот, ну, и кто видел механизм, а вы знаете, что они полые внутри, да, с обратной стороны. И прикрутила уже на этот картон, и получилось, как бы, в принципе, очень качественно. Так, и больше ничего не болтается. Вот. И еще один блокнот с тканью от замечательной девушки. И эту ткань я покупала раньше, еще до котиков. Это просто два маленьких отрезочка, остатки какие-то, да. И я вам скажу, что в работе, вот работать вообще офигенно, настолько приятно. Это чистый лен. И мне этот блокнот так нравится, если, я думала его вообще, знаете, он такой из обрезков, из остатков сделан, из остатков бумаги 15 на 15. Идею я тоже подсмотрела у девочек на ютюбе, куда утилизировать бумагу 15 на 15. Делать из него блокноты, да, такие вот простенькие блокноты. Просто в стопочку складываете, потом подрезаете, делаете дырочки, вставляете в механизм, вуаля, блокнот готов фактически, да. То есть реально, то есть такое, да. Главное, по цвету хорошо подобрать, чтобы сочеталось, и будет все прекрасно. Вот. Ну, когда я обтяну его этим кусочком, он из такого, знаете, проходного блокнота, который, ну, как говорится, я его слепила из того, что было, превратился в совершенно потрясный блокнот. И эта ткань его просто делает. Поставила тоже резинку, резинку вертикальную, тут вот он получился чуть шире, да, потому что листочки квадратные, плюс кольцевой механизм, получается у нас такой, более продолговатого вида. И резинка. У нас резинку поставила толстую, хорошая, хорошо держит. Сейчас я так его буду открывать. И здесь сделала кармашек. У меня ткани хватило как раз на кармашек. И здесь у меня просто хлопок стоит однотонный. Я, кстати, поймала себя на мысли, что мне нужно обязательно прикупить каких-то однотонных хлопков, потому что, черт побери, у меня такие большие проблемы с подбором ткани на проекты, да, и потому что я падкая на какую-то яркую, красивую ткань, но потом ее очень сложно сочетать. То есть яркую и пеструю, с яркой и пестрой, да, и, соответственно, у меня большая проблема именно с однотонной тканью. И я поняла, что у меня, да, у меня есть вот зеленое, и есть у меня еще, по-моему, какие-то такие лен-полу-лен, да, то есть которые более-менее нейтральные, но они такие в коричневых тонах. И когда мне нужно что-то, например, к светлому, белому, розовому, голубому подобрать, нечего подобрать абсолютно, и это большая проблема, потому что частенько, когда вы делаете два кармана, хочется нижний карман делать другого цвета, не такого, как сама внутренность, да, чтобы немножко отделить карманы вот от, собственно, форзовцев, да. И, в общем, это для меня проблема, я ее не знаю, как решить, я, наверное, хочу перебрать все свои тканюшки, я так поставлю, чтобы немножко не отсвечиваю ацетат, вот, хочу перебрать все свои тканюшки, которые у меня есть, да, чтобы, знаете, вот типа яркие цветные в одну сторону и более однотонные фоновые в другую сторону, чтобы примерно видеть, что у меня и как, ну, и вообще у меня там так уже подзабилось немножко мой короб с тканями, да, и я хочу как-то привести его в порядок, возможно, что-то тоже на расхомяк, то, чего у меня много, или что-то не подходит, может быть, мне, да, как бы, вот, поэтому, ну, не знаю, буду смотреть. Так вот, возвращаясь к блокноту, и здесь я положила карточки, тоже из этой же коллекции, которая была прислана мне в подарок, вот, классные карточки, а зелененькую просто для поддержания положила этого цвета. И здесь у меня странички, разные странички у меня здесь, и не только скраб-бумага, но и вот здесь крашеные есть у меня кофе, пара листиков. Кроме этого, я сделала, например, из односторонней бумаги от арт-узора, которую нельзя было использовать в качестве странички, потому что у них техническая полоса, и она мешала, да, то есть сделать страничку, потому что вы переворачиваете, а у вас здесь техническая полоса, красота. Я сделаю вот такой кармашек, в который классно все входит, склеила его изнутри. Так, сейчас только надо с высоты роста непросто это все делать. Вот, замечательно, да, все входит, да, и вы можете спокойно что-то достать. Он короче, чем основные листочки, поэтому даже если вы что-то вставите более длинное, например, какую-то фотографию, она будет торчать просто немножко, да, и не будет торчать за блокнот. Вот, поэтому один такой конвертик у меня здесь, и в основном листики вот такого плана. Все 15 на 15 я собрала. Здесь несколько коллекций, разная бумага, и я просто брала, знаете, по тону, да, чтобы она не выбивалась плюс-минус, как бы, и, мне кажется, все отлично получилось. Также я поставила серебряное фольгирование на ацетат сюда, чтобы поддержать всю эту серебряную фурнитуру, и мне кажется, серебряная фурнитура вот к этой ткани очень хорошо подходит, потому что она такая, знаете, зеленоватая-сероватая, и вот здесь видно, да, что очень классно в тему все смотрится. Короче, мне он очень нравится, его очень приятно держать в руках, этот лен просто великолепен, и вот для любителей каких-то зверушек, по-моему, блокнот самое мими-ми и самое то. И последний блокнот на сегодня – это софтбук, который я… Вообще, это мой первый софтбук, я софтбуки раньше никогда не делала, и даже не знала, как они делаются, но я в прошлом году на какой-то очередной распродаже прикупила целую стопку мастер-классов от Нади Хмельевской, и решила, раз уж у нас карантин, и особо нечего делать, заняться именно проработкой мастер-классов, и я решила… Вот я уже один альбом от Маргун сделала по старому мастер-классу, да, вот сделала софтбук по старому мастер-классу, теперь на очереди софтбук у меня от Оли Мамагринки, у нас на улице ливень, и ремонт дороги, вот. И этот софтбук я сделала буквально, там, не знаю, за полдня, как бы, да. Что здесь интересного? Здесь, во-первых, мои сухоцветы, это моя гортензия голубая, девочки, кто получали от меня её в подарок, знают, я её засушила очень много, вот. И этот софтбук и в мастер-классе тоже был с окошком, называется с окошком, и единственное, у Нади была ткань льняная, и она не тянулась, а у меня немножко, видите, морщит, да, то есть как-то я не подрассчитала чуть-чуть велюрчик этот, или как его, замша, велюр, не знаю, что это, как правильно назвать, и поэтому чуть морщит. Но особо это не портит, в принципе, единственное, немножко этот уголочек задирается, да. Ну, опять-таки, я думаю, в процессе носки, когда там в нём будут что-то писать, я думаю, что это всё размягнет, станет более мягким, и будет намного лучше выглядеть. Вот, естественно, я тут поставила котика, никуда без котиков. Что ещё могу сказать? Давайте внутри посмотрим. Внутри у нас вот такая синенькая тканюшечка, и тетрадочки я сделала, обложки тетрадок я сделала из синей коллекции примовской, и здесь я точно... Карточки у меня есть тоже к этой коллекции. Я вот несколько карточек прилепила, карманов я никаких не делала, просто скрепочка и карточки. Я думаю, человек сам решит, нужны ли ему карточки в этом блокноте или нет, и если что, просто достанет их. Вот, ставила фольгированием вовнутрь, ну, чтобы не было сразу такого, знаете, ворвиглаз, хотя один, конечно, я ставила внаружу, мне очень нравится этот листик, и тут уже решила, пусть будет фольгирование. Вот, сами странички красила я чаем крокодем, я рассказывала, как я их красила, и кроме этого я штамповала штампами из этой же коллекции, синий, да, у меня есть набор штампов к ней, и мне очень, как бы, вообще нравится, как все получилось, все такое синенькое, и также есть синенькая шабеленточка в качестве закладочки. В общем, такой, как по мне, очень такой милый и романтичненький софтбук получился. Вот, это мой первый софтбук, поэтому, как говорится, не судите строго. И что я могу еще сказать? Шить было легко, в принципе, чуть-чуть я местами, ну, не то чтобы ошиблась, просто недослушав начала делать, это у меня есть такая проблема, да, что я люблю сначала сделать, а потом смотреть мастер-класс. Вот, но, в принципе, никаких особо страшных, больших косяков у меня не случилось. Вот, большая проблема, что я сама не умею писать в блокнотах, я все пытаюсь себя заставить, и все, у меня не получается себя заставить, вот, поэтому приходится блокноты дарить другим. Спасибо, что смотрели мой обзорчик. Всем пока-пока!